В эфире служба новостей Саров-24 в студии Мария Ирунич. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. О футболе, пенсии и фоке депутат Госдумы Денис Москвин ответил на вопросы саровских журналистов. Настоящая дружба и неподдельные эмоции волонтеры группы «Движение навстречу» вновь посетили Темниковский детский дом. Будущие инженеры и физики в технопарке Саров прошла облачная школа инженерного образования. Далее расскажем обо всем подробно. Рассказал о том, за кого болел на прошедшем чемпионате мира, поделился своим мнением об изменениях пенсионной системы и поведал о перспективах строительства в нашем городе физкультурно-оздоровительного комплекса. В Сарове с рабочим визитом побывал депутат Государственной думы Денис Москвин. Главная цель приезда – участие в расширенном заседании фракции партии «Единая Россия» в городской думе. После официальной программы Денис Павлович встретился с журналистами. На 40% от федеральных нормативов обеспечен Саров объектами физкультуры и спорта. И, по мнению Дениса Москвина, это катастрофически низкий показатель. Чтобы изменить ситуацию, работу необходимо вести сразу в двух направлениях. Во-первых, это строительство пришкольных стадионов. В городском бюджете на эти цели уже заложены средства. Во-вторых, это создание многофункционального фока, который в Сарове ждут уже давно. И здесь есть определенные проблемы. Есть и проект, есть и проектно-сметная документация. Фок достаточно дорогостоящий в том виде, в котором он существует. Это порядка 800 миллионов рублей, которых в бюджете Нижегородской области в настоящий момент нет. По словам Дениса Москвина, вопрос строительства фока в Сарове на контроле. Его обсуждают и на уровне города, и на уровне региона. Ищутся варианты для появления этого долгожданного объекта. Во-первых, включение его в государственную программу в Нижегородской области на статусе финансирования 30 на 70 с муниципалитет региона. Первый вариант. Второй вариант – это конституционное соглашение, которое тоже по экономически оправданной формуле могло бы способствовать появлению этого объекта. Поделился Денис Павлович и своим отношением к изменениям пенсионной системы. Он подчеркнул, что основная цель реформы – увеличение размера пенсий в стране. Кроме того, отметил, что повышение пенсионного возраста будет проходить постепенно. Те изменения, которые сейчас Государственная Дума принимает, они необходимы. Вы знаете о том, что сейчас соотношение количества пенсионеров и количества работающих уже близко к критическому. Если ничего не делается, то через пару лет оно будет один к одному. А это будет означать, что у нас средняя пенсия должна составлять 40% от зарплаты. То один работающий человек будет обязан 40% своей зарплаты перечислять одному пенсионеру. Плюс еще имеющиеся налоги, которые никто не отменял. Понятно, что в таком залоге пенсионная система просто не может существовать. В ближайшие два месяца пакет изменений будет обсуждаться. И, возможно, во втором чтении претерпит изменения. Завершая пресс-конференцию, Денис Павлович рассказал, кого поддерживал на прошедшем чемпионате мира по футболу. После того, как российская сборная вышла из борьбы за кубок, Денис Москвин болел за бельгийскую команду. Делать добро под силу каждому и волонтеры из группы «Движение навстречу» доказывают это регулярно. Минувшие выходные добровольцы вновь посетили ребят из детского дома-интерната в Темникове. Программа выдалась насыщенной. Вместе с волонтерами воспитанники детского дома занимались аппликацией, играли в шахматы, учились кататься на самокате. И, конечно, никто из ребят не остался без подарков. Подробности далее. Волонтеры группы «Движение навстречу» – частые гости в Темниковском детском доме. Каждого воспитанника они знают по имени, знают их привычки и увлечения. Волонтеры стараются привозить детям самые необходимые вещи, игрушки, канцелярские товары. Каждый их приезд – это настоящий праздник для ребят. Мы уже стали большими друзьями, и наша дружба кричает из года в год. Поэтому я думаю, что нужно не прекращать эту связь и общаться как можно больше, и дарить друг другу добро и делать добрые дела. Если в гостях волонтеры, значит, скучать не придется. В этот раз добровольцы приготовили для детей интересный мастер-класс. Ребятам предстояло приготовить необычный компот из фруктов. Мы сначала заливали все акварелью, банку, а потом раскрашивали фрукты, ягоды и приклеивали их на скучу. Мастер-класс хороший, развивает моторику. Для маленьких детей хорошо. Среди тех, кто в эти выходные приехал в гости к ребятам, оказались не только волонтеры. Александр Отяжкин выпустился из Темниковского детского дома два года назад. Но все равно старается приезжать сюда как можно чаще. Александр признается, что скучает по друзьям. И жизнь в Темниковском детском доме оставила у него лишь приятные воспоминания, среди которых и встречи с волонтерами. Мне очень нравится с ними проводить время. И проводить время с мастер-классами. И я очень рад, что я их встретил в жизни своей. На сегодняшний день в Темниковском детском доме находятся 27 детей. И все они живут одной большой семьей. Как признаются воспитатели, общение играет большую роль в жизни каждого ребенка. Мы рады всегда гостям. Дети наши очень ждут. Потому что, что говорить, все-таки общение с другими людьми, это их очень радует. Новые впечатления какие-то, новые знакомства, новые друзья. Волонтерская группа «Движение навстречу» посещает ребят из Темниковского детского дома регулярно. Присоединиться к ним может каждый желающий. Более подробная информация по телефону 8-920-051-85-95. Министерство труда и социальной политики разработали график праздничных дней на следующий год. Согласно документу, в январе 2019-го россиян ждут восьмидневные каникулы с 1 по 8 января. В мае жители страны получат сразу два мини-отпуска. Сначала пятидневный, с 1 по 5, а потом четырехдневный, с 9 по 12. Кроме того, в будущем году планируются трехдневные выходные с 8 по 10 марта и со 2 по 4 ноября. И традиционный выходной 12 июня. Другая важная информация в подборке коротких новостей. На территории яблоневого сада обнаружены останки лис, которые погибли от бешенства. Об этом сообщили в управлении по делам ГО и ЧС. Специалисты напоминают, что любые контакты с дикими животными, а также незнакомыми кошками и собаками крайне нежелательны. Бешенство передается не только через укусы, но и через слюну. После появления первых симптомов шансов спасти зараженного уже нет. При обнаружении диких животных на территории города следует обращаться по телефону 05. В случае обнаружения останков зверей по телефону 61210. Археологи раскроют тайны первого храма Саровской пустыни. Церковь в честь иконы Божьей Матери живоносный источник взорвали в далеком 53-м. По мнению историков, вокруг храма находится захоронение настоятелей, благотворителей и наиболее выдающихся монахов монастыря, в том числе преподобного Назария, игумена Воламского. Список тех, кто нашел последнее пристанище у стен храма, можно посмотреть на памятном кресте, который установили на месте церковного алтаря. Центр внешкольной работы приглашает мальчиков и девочек в возрасте от 7 до 18 лет поиграть в футбол и принять участие в соревнованиях. Юных саровчан ждут в хоккейной коробке «Сокол» на улице Куйбышева по понедельникам и средам с 16 до 20. На футбольном поле 10-й школы спортивные баталии проходят по вторникам, четвергам и пятницам также с 16 до 20 часов. Занятие по повышению квалификации для более чем 60 педагогов, 25 инженерных практикумов, инженерные олимпиады. Проект «Облачная школа инженерного образования» существует совсем недавно, но за это время его организаторы проделали серьезную работу. В технопарке «Саров» прошло главное событие проекта – конкурс образовательных продуктов. Подробности далее. Полсотни школьников со всей области и всего три дня, чтобы узнать то, о чем не расскажет школьная программа и продемонстрировать свои знания и умения. Для того, чтобы показать свою работу компетентному жюри, Дарья Перминова и ее команда приехали в технопарк из Дзержинска. Свой проект ребята назвали «Экспериментариум. Геометрическая оптика». Это набор для школьных лабораторных работ, который поможет не олимпиадникам, а школьникам изучить более подробно школьные законы физики, особенно оптики. В наборе лишь зеркало, карандаши, зажимы и другие бытовые предметы, но при правильном их использовании можно понять законы физики. Всего в конкурсе образовательных продуктов приняли участие 12 команд. Главная цель каждой – собрать свой образовательный комплект, который поможет школьникам изучить ту или иную тему физики, математики и других точных наук. Они эти комплекты разработали, сделали для них методическое сопровождение, собрали в физическом виде, овеществленном и представили нашему уважаемому жюри. И надо сказать, жюри было впечатлено, потому что очень много решений нетривиальных было детьми найдено или даже придумано. Жюри тоже смогло удивить участников. Василий Александров приехал в качестве эксперта из Москвы. Он работает в нейроцентре. И работы школьников решил оценивать тоже с помощью нейроисследований. Вместо того, чтобы их спрашивать, мы надевали на них нейроинтерфейсы, это такие 14-канальные ЭГЭ. И во всё время выступлений снимали с них данные ЭГЭ, расшифровывали из них эмоции. И это был один из критерий, по которым жюри в итоге принимало решение о том, какой проект победит. Также была подготовлена площадка по нейрофизиологии. Каждый желающий мог надеть на себя специальный одноканальный интерфейс и датчик, который считывает активность мозга. И с помощью одной лишь концентрации запустить воздух в квадрокоптер. В лагере Гайдар завершила свою работу вторая смена. За 21 день там отдохнули и оздоровились почти 400 ребят. В программе спортивные соревнования, концерты, кружки по интересам и другие увлекательные занятия. Вторую смену посвятили главному событию этого лета – чемпионату мира по футболу. Подробности в следующем репортаже. 16 плюс – необычное название необычного отряда. В его состав вошли ребята, которые совсем недавно были пионерами, а уже сегодня они пробуют свои силы в непростом вожатском деле. Полина Загайнова приехала в Гайдар 4 года назад и влюбилась в это место с первого взгляда. В родных стенах, но уже в новой роли девушка постигает профессию педагога и на практике отрабатывает полученные знания. Мне интересно работать здесь, и мне хочется быть вожатым, потому что это очень активный человек, он и танцует, и поет. И, в общем, он очень, правда, активный, и он должен все уметь, и я считаю, что я подхожу на эту роль. Днем – лекции по возрастным особенностям и конфликтологии, вечером – выход на отряд и работа с детьми под руководством старших наставников. Отряд «16 плюс» – прямое доказательство того, что в лагере как нигде важна преемственность поколений. За смену будущие вожатые наберутся опыта и буквально через пару лет пополнят ряды педагогического состава. Что-то здесь затягивает, притягивает, не знаю, здесь вот как-то вот душа, кусочек души здесь остается. Очень тяжело потом с этим местом расставаться. С этими словами точно согласится вожатая 13-го отряда Зоя Малахова. Это всего лишь вторая ее смена. Лагерь «Гайдар» стал вторым домом, признается девушка. Зоя – будущий педиатр, поэтому умение находить общий язык с детьми с самого разного возраста пригодится ей в выбранной профессии. Дети – это то, с чем я хочу связать всю свою жизнь. И я буду их лечить, а сейчас я с ними пока общаюсь, развлекаю их, становлюсь для них, возможно, мамой, сестрой на этот 21 день. Вожатым нужно родиться. Конечно же, можно всему научиться, но если вот здесь вот чего-то нет, чего-то особенного, то не получится стать вожатым. Принять верное решение в кратчайшие сроки, уладить конфликт, утешить ребенка из младшего отряда и выслушать переживания подростка. Воспитатели и вожатые люди, готовые ко всему и открытые для новых форм работы. Одна из таких концерт-подарок дорогому другу, где дети посвятили свои выступления любимым вожатым. Дети научились слушать и слышать, научились высказывать свое мнение, не боясь этого, не стесняются выходить на сцену. Это же очень ценно. Значит, мы не зря работаем. Мы вас любим! Вот уже более 10 лет в Сарове в конце июля проводят лыжероллерные соревнования на призы главы администрации города. С каждым годом этот спортивный праздник становится все популярнее. География участников значительно расширяется, растет и число спортсменов. О том, кто поборется за победу в этом году, расскажем далее. Занятие на лыжероллерах – обязательный пункт в программе подготовки к зимним стартам у профессиональных лыжников. Анастасия Седова, с недавнего времени выбравшая родной город для тренировочного процесса, не исключение. Как она сама признала, зима ей, конечно, ближе по духу, но и летом есть масса возможностей отточить свое мастерство. А дух соревнований заставляет всегда стремиться к лучшему результату. Девушка придерживается принципа – стартовать необходимо в любую погоду. Очень душно и дышать будет намного тяжелее, то есть нужно будет больше воздуха. Это не очень хорошо для мышц, но с погодой не поспоришь. Зимой тоже бывает, как перед стартом снег повалит и ничего не сделаешь. Все в одинаковых условиях. Кому-то будет легче, кому-то тяжелее. Это спорт, это нормально. Участница из Санкт-Петербурга Лиза Бурыкина в Саров попала впервые. Для девушки открытой первенства в нашем городе – это первые старты в сезоне. На финиш она пришла с промежуточным третьим результатом. Трасса юной спортсменки понравилась. Она очень качественно сделана, мне кажется, но когда дождь, очень скользкая. Результат девочку не сильно порадовал. И она, и тренеры рассчитывали на большее. Но сказались неблагоприятные погодные условия, высокие скоростные характеристики трассы и ошибки при подготовке. Впрочем, результаты в этом первенстве не все. Для многих лыжников эти соревнования можно назвать разминочными. 24 июля у нас стартует первенство России по скоростным же лыжероллерам. И для многих ребят эти наши соревнования являются, скажем так, прикидкой перед соревнованием более высокого уровня. Гонку Елизавета Бурыкина закончила с отставанием от лидеров в 21 секунду и заслуженной бронзовой медалью. За участием своих подруг по команде в первенстве России она будет наблюдать уже вместе с остальными зрителями. И это все, о чем успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города на нашем канале в Ютьюбе и в группах в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбуке и Однокласснике. Также вся актуальная информация на сайте sorov24.ru. В студии работала Мария Рунич. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова